Всем привет дорогие друзья и как вы догадались сегодня мы с вами в международном аэропорту Анапы имени Владимира Константиноча Кокенаки аэропорт находится в пяти километрах от железнодорожной станции Анапа в четырех километрах восточнее села Витязева и в 15 километрах на северо-запад от Анапы до Анапы как я уже говорил можно добраться 113 маршруткой до центрального автовокзала стоимость билета 55 рублей должна ходить каждый час ну и давайте вот посмотрим с вами как выглядит терминал изнутри строительство этого терминала началось в марте 2016 года и торжественная сдача была 12 июля 2017 года всего этот проект был реализован за 11 месяцев площадь нового терминала 11 тысяч 800 квадратных метров старый терминал аэропорта Анапы площадью 5000 квадратных метров его реконструируют и там будут принимать международные рейсы пропускная способность 600 пассажиров в час и стоимость этого терминала 1 миллиард 400 миллионов рублей это вот выход на посадку аэропорт Анапы может не все самолеты принимать не может принимать дальнемагистральные широкофюзеляжные самолеты максимальный взлетный вес воздушного судна 190 тонн регулярно входит в список самых загруженных аэропортов россии вот здесь цены я говорил такие космические они интересно когда строили первую взлетную полосу то военные настояли чтобы полоса была не менее 2500 метров таких полос всего было тогда в советском союзе 12 штук и 11 мая интересный факт 11 мая 70 1974 года был совершен первый рейс москва она по москва этим рейсом на курорт прибыла группа военных атташе стран нато съезде в город они забрались на колесо обозрения и сфотографировались колесо обозрения эту полосу и этим же самолетом вернулись в москву уже тогда вот нос свой сувальд везде они таким образом проконтролируют степень готовность ввп впп извиняюсь взлетно-посадочные полосы так как я уже сказал его всего 12 штук штук длиной 2 2 с половиной километров это все было в 1969 году на 69 год ну а сейчас как я уже сказал аэропорт получил новую жизнь и почему я это все говорю что вот из керчи я добирался до аэропорта анапы совсем быстро единственное что если вы допустим летите в москву я еще это покажу как обратная возвращался то вообще шикарно день доезжаете до железнодорожного вокзала всего 5 километров но учтите что вот я допустим подбирал чтобы прилет обратно был в пятницу вот утром я вылетел из москвы вечером прилетел вечером через два часа прилетел и попадал как раз на электричку которая шла на керчи в 12 часов 34 минуты это электричка вот она ходит только по пятницам субботным воскресеньем и праздничным дням так что вот чтобы не попасть ну а так утром идет в 9 18 и вечером в 19 45 вот можно под них и планировать ну и вот цены чтобы скоротать время в аэропорту допустим от аэропорт анапы маршрут до москвы 1380 километров по моему и всего это занимает около двух часов вот я летел 1 час 55 минут в воздухе но вот цены здесь обратите внимание какие он пельмени 400 рублей там самолете меня приятно удивило вот с 7 обычно больше и менее двух часов если рейс то не кормят по моему в новых правилах а тут дали такой сэндвич хороший курица и сыр на выбор ну и вот мы с вами кофе чай и соки всякие разные с вами выходим на посадку единственное конечно меня всегда вот это как-то слегка расстраивало это вот добираться от места посадки на шаттле ну или на автобусе до самолета шикарно конечно вот эти вот передвижные выдвижные трапы вот прошел по нему и сразу в самолете ну а здесь вот так но это хорошо когда тепло вот видите выходим билет просканировали и выходим вот в этот желтый автобус ехать тут совсем недалеко ну небольшой аэропорт анапы но зато вот почему я еще рассказываю симферопольский аэропорт пока международные рейсы не принимает а вот кому-то нужно будет там в турцию или еще куда-нибудь там симферополе севастополя по-любому вот можно добраться до анапы и улететь не надо там через москву краснодар это вот самый ближайший путь тем более что сейчас на поезда ходят допустим такой же вот феодосия керч анапа специально сделан очень удобный стык там пересадка от 15 до 30 минут стык и можно двигаться дальше как в направлении анапы так и в направлении феодосии но естественно мы знаем что с феодосией тоже и до симферополя ходят поезда уже и вот мы двигаемся после но это не взлетно-посадочная полоса а вот на место посадки в самолет вон он наш зелененький самолетик стоит а320 кто не видел предыдущее видео как я добирался из керчи до аэропорта обязательно посмотрите я всплывающих закладках на в конце видео оставлю на этот ролик на ссылку посмотрите будет интересно да и полезно узнать что вот кто живет в керчи или ближайших районах не обязательно добираться в симферополь в аэропорт можно вот улетать из аэропорта анапы рука у каждого конечно свой выбор есть естественно кто кому нужно в ялту на южный берег крыма удобнее конечно долететь до селе симферополя но и поезда кстати никто не отменял я показывал второй вариант поезд масс анапа москва прибывает если ехать из керчи в 6 18 прибывает 8 18 поезд полтора часа ждете и отправляется анапа москва никуда не нужно там пересаживаться вышел на платформу посидел там кофейку попил в дорожном аэропорту кофе 70 рублей брал большой стакан кофе с молоком достаточно вкусный в автомате карты расплачиваться везде можно собственно как и билет купить на поезда и на электричке юппк крым тоже стоят отдельные терминалы ну и вот такой красавец самолетик нас ждет время в воздухе будет один час пятьдесят пять минут до москвы также ходят здесь сезонных очень много сезонных рейсов самолетов ну вот основные то конечно это москва санкт-петербург с анапы ну еще раз говорю и иваново и много других можно добраться с анапы на курорты краснодарского края и на курорты крыма вот а если просто даже вот в керчь то я считаю вот это нам нас анапы намного удобнее добираться но опять же с учетом того что если вы на железнодорожном вокзале возьмете такси это сказал 500 рублей это убомбил не нужно к ним подходить сразу вызывайте яндекс такси и будет вам если вас там трое четверо железнодорожного вокзала до аэропорта где-то 200 250 рублей всего выйдет если учесть что маршрутка 13 стоит 55 рублей конечно вопрос не продуман сильно но я думаю что это сделать вот загруженность самолета была процентов на 95 все-таки там может быть на 97 несколько свободных мест в самолете было а так практически полный и вот готовимся мы к взлету но это как говорится уже будет совсем другая история немножко посмотрели мы аэропорт рассказал я вам моего историю как добраться до него и вот время 12 26 а по расписанию вылет самолета 12 30 у меня если учесть что в 6 18 я отправился из керчи долго специальном брал чтобы подольше можно было походить не спеша поснимать можно было у меня 12 30 там на москву было в 11 30 самолетов с 7 другие авиакомпании ну вот в этой кормят сэндвичами на коротких рейсах чтобы знали сэндвич на выбор курица или сыр также часть молоко кофе с молоком со сливками и чай и прохладительные напитки но это вот так для развлечения инструкция по безопасности но такой у нас сегодня дорогие друзья получился ролик обязательно посмотрите кто не видел предыдущий ролик как я добирался из керчи через мост до железнодорожного вокзала и до аэропорта а я на этом заканчиваю всем хорошего и до новых встреч